Представьте себе, мне часто обвиняют, что я латифундист или какой-то магнат земельный. Вот встаю на Орловском экономическом форуме, по-моему, два года назад, и говорю, слушайте, да вы заберите всю землю, национализируйте ее. Китайские фермеры и сельхозпроизводители как-то работают, земля дается им в аренду на 99 лет, и не нужно, аренда копеечная, все, что она ниже, начернаж налог на землю. Она говорит, ну и пускай она будет у государства, но только не пускайте к нам рейдеров. Почему? Потому что на самом деле все наши проблемы, я не сельхозпроизводитель, только от того, что кому-то хочется переделить собственность. Ну, переделили ее в 93-м году, Ельцин написал указ о реорганизации совхозов и колхозов. А в 2002 году уже нынешний президент подписал закон об обороте земельных сельхозназначения. И земля стала товаром, ее стало можно продавать. К чему это привело? Фактически вот сейчас вот если взять 93-й, потом 2002-й год, а сейчас 2021-й. Земля оказалась у крупных латифундистов, так называемые агрохолдинги. Из 120 миллионов гектаров 40 миллионов не обрабатывается вообще. Сельское хозяйство стало деградировать, деградило вот за эти 20 лет так, что больше половины сельского населения уехало и прекратило работать на сельхозземлях. Вот вам результаты. Поэтому директор совхоза, как патриот, говорит, слушайте, заберите. Вот не нужен нам. У нас было всегда, вот я все время привожу в пример Советский Союз. Там же было по-другому. Земля была государственной. Но если у тебя землю изымали для каких-то нужд, то тебе платили деньги. За что? Упытки упущенную выгоду, потери сельхозпроизводства. Ну и день, который нужен на восстановление, до увеличения производительности. Мы точно так же спокойно получали бы деньги в качестве компенсации, вкладывали бы в развитие новых технологий, как мы это делаем. Все давно придумано. И придумано до нас. Другое дело, что нужно этим воспользоваться. А вот власти пользоваться этим не хотят. Мы вот живем в Ленинском районе. Вдруг выяснилось, что по паям недосуществующих уже давно обанкроченных двух колхозов стали вдруг появляться земельные участки на землях лесного фонда, на землях государственной изграниченной собственности. Причем огромное количество участков. То есть земля государственная воруется со страшной силой. И никто не видит. Все видят, что начинают леса вырубать, что появляются земельные участки, которые вообще никакого отношения к этим колхозам не имеют. Потому что у них были там Горкинский сельский округ, Молоковский сельский округ. Но все видят, что происходит. Не прокуратура, не МВД, не другие. Росреест. У нас много структур различных, которые могут положить этому конец. Никто ничего не делает. И мы тут замучились бегать. Я тут уже кучу бумаг исписал в прокуратуру. Другие прокуратура просто не отвечает вообще. Хотя по закону она обязана ответить. Но не отвечает. И поэтому прежде всего для того, чтобы навести порядок в стране, надо, чтобы закон соблюдала сама власть, а потом, чтобы законы были адекватны. Ну потому что, я вот опять же думаю о том, что произошло. Нас загнали в акционерное общество. Мы не хотели. Я имею в виду сельскохозработники. Указ президента прямо написал. Реорганизация совхозов и колхозов. Потом в 2002 году нас загнали в то, что мы должны были защищать свои хозяйства. Те, кто не защитился, у них быстро скупили паи, уничтожили эти хозяйства. Мы защищались. Вот эта компания офшорная, она не имела расчетного счета. Есть такое понятие номинальная компания. Она создается только для того, чтобы учредить еще одну компанию, уже российскую. А эта российская компания уже была собственником акции совхоза. Но поскольку совхоз 26 лет, как акционерное общество, никогда не выплачивал ни разу дивиденды, поэтому и денег в российской компании не было. Поэтому ничего они не могли перечислить в офшоры, тем более, что у них не было, в офшоров не было расчетного счета. Мы всегда повышали заработную плату. Поэтому мы действовали в интересах рабочих и крестьян. Почему Геннадий Андреевич называет наш народным предприятием. А после этого, поскольку когда нас трейдеры напали, нам нужно было консолидировать пакет акций у тех, кто понимал, что ни в коем случае нельзя раздербанить предприятие, нас еще теперь в этом обвинили. Это вы знаете, на что похоже? Вот вам не будут платить зарплату, да? Или будут платить очень маленькую зарплату, как это вы в России. А после это скажешь, слушай, ну один выход. Ты должен детей в школу собрать, накормить их, ну там какой-то, не знаю, там ремонт провести. Тогда иди в банк. И ты идешь в банк, вот бешеные проценты получаешь деньги. А потом тебе говорят, ну ты же виноват, что ты кредит взял, и поэтому у тебя такая плохая жизнь. Лучше бы не брал кредит. Ну как же, а детей-то надо кормить. И практически государство загнало всех в банковскую систему, заставило взять огромное количество кредитов, и после этого сказала, ну видите, вы все же такие неумехи, не можете работать. Значит, кроме жен, депутатов, чиновников, министров, оказывается, никто работать не умеет. Вот обязательно нужно быть сыном там какого-то высокопославленного товарища, и тогда у тебя вроде как бизнес пошел. А если ты не сын, то, значит, бизнес у тебя уже хуже. А потом ты все время всем должен. И честно, вся вот эта система может быть порушена только одним, изменением парадигмы развития власти. Ну так коммунисты это и предлагают.